Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас сегодня на нашем традиционном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен ключевым, основным, фундаментальным событиям прошлой недели, на которые, собственно, разумеется, мы сделаем наибольший акцент, плавно перейдем к основным событиям текущей пятидневки, но и в конце, заключительным слайдом, я обозначу те цели, которых мы стремимся достигнуть по итогам этой пятидневки. Это цели по основным валютным активам, которые, разумеется, мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Прежде чем пойдем дальше, думаю, уже предвкушаете мой вопрос, как качество замечательно, значит, проблем со звуком нет и с картинкой тоже. Также не забывайте, что вы можете навести курсор мыши на мое изображение, у вас появится бегунок громкости, можно его также адаптировать под себя и чуть подстроить этот параметр. И если, конечно же, возникнут проблемы по ходу вебинара, об этом нужно сразу же сообщить мне, соответственно, я донесу до нашей технической службы, и мы попытаемся исправить эту ситуацию прямо сразу. Что касается вопросов, то лучше, конечно же, оставить на потом. Я специально для этого уделю время, чтобы сейчас, скажем, не отвлекаться на, скажем, те вопросы, которые вас интересуют, поскольку все-таки у нас задача заключается в том, что сначала осветить тот фундаментальный фонд, который нужно осветить. Ведь именно он и создает те возможности, которые мы используем, и именно эти возможности, как правило, протаскиваются с одной недели на другую и создают такой же резонанс в плане спекуляции на финансовых рынках. Собственно, с качеством все нормально, значит, можно переходить уже к самому вебинару. Поэтому традиционно давайте прям начнем с самого начала, хотя обычно мы пропускаем торговую сессию понедельника, потому что календарь, как правило, в понедельник практически пустой, нет важных макроэкономических релизов. Но все-таки, если какой-то отчет выпадает на понедельник, и он провоцирует интересную динамику, разумеется, мы акцентируем внимание на нем и стараемся его анализировать. Сейчас ситуация несколько иная, точнее, сейчас мы не будем как раз сделать исключение, потому что понедельник обратил на себя внимание тем, что происходило, собственно, на китайском фондовом рынке. И к Китаю в последнее время мы обращаемся все чаще и чаще, что, конечно же, явно не делает позитиву, потому что мы там характеризуем не какое-то оптимистичное явление, которое указывает на восстановление темпов второй повречения экономики мира, мы констатируем, к сожалению, объективную слабость, которая частенько в последнее время только множится. Несмотря на отсутствие важных макроэкономических релизов, хотя это тоже такой же, скажем, условный момент, вроде бы как анонсированных серьезных событий, кроме, пожалуй, ФРС, не было, но периодически мы видели то, что на рынке появлялись такие локальные триггеры, катализаторы фундаментального, провокаторы фундаментальных движений, которые, разумеется, находили свое отражение в спекуляциях и в динамике активов, ну а мы, разумеется, поскольку внимательно следим за фундаментальным фоном, стараемся быстренько поймать эти спекулянции и, разумеется, использовать их в нашем трейдинге. В понедельник сразу, наверное, спасибо, можно сказать, тому коллапсу, который мы наблюдали на китайском фондовом рынке, ведь буквально за несколько часов с открытием мы видели, как композитный индекс Китая просел на 8,5%. Это максимальное снижение, суточное, с 2007 года. Во вторник ситуация несколько изменилась, скажем так, рынок отправился от того, что мы наблюдали и анализировали в понедельник инвесторы, а снова стали проявлять больше интереса к американской валюте, что, разумеется, снизило привлекательность японской иены и рисковых инструментов. Периодически мы видели то, что несколько выбивалась из клеи наша общая позиция, потому что то доллар давал слабедную, то, напротив, снова начинал отбирать у своих конкурентов все те пункты, которые утрачивали ранее. Но самое главное, я хочу сделать на этот дополнительный акцент ни в коем случае на трейдерам, которые прекрасно знают, что на США оставляют большой интерес с точки зрения хорошего бычьего влияния на позиции американского валюты, нам не нужно сворачивать с этого пути именно упора усиленной ставки на рост американца, даже несмотря на то, что периодически мы наблюдаем слабость американской валюты. Это только локальное явление, опять же, идет существенный рост и, разумеется, он нуждается в легкой коррекции. Консолидация, может быть, выходит слабая статистика, она бьет оппозиции американской валюты, потом трейдеры снова возвращаются к этому активу и понимают, что один на счет, каким бы он слабым ни был, он никак не может побороть тот фундаментальный фон, который в целом провоцирует интерес повышенный спрос на американскую валюту и уже стал причиной, вследствие которой пара USD и иена торгуется рядом с уровнем 125. Если мы вернемся в 2014 год, когда мы стали активно делать ставку на усиление позиций американца, напомню, что тогда этот тандем валютных активов был далеко позади этого уровня. И мало кто верил в то, что американская валюта может так быстро оклиматься и может создать такой интерес к себе, потому что длинные сделки за такой период времени уже принесли достаточно профита трейдерам, потому что совершенно очевидно, доллар на коне и нужно использовать эти возможности. Из статистики вторника можно было выделить данные по ОВП Англии и уровень доверия потребителей в США. Отчет по темпам экономического расширения показал роста на 0,7% в квартальном эквиваленте против прошлого на 0,4%. В годовом эквиваленте 2,6% против прогноза 2,9%. Данные поддержали позиции британской валюты, которая смогла закрыть день выше уровня 1,5614, хотя если мы посмотрим на актуальные литировки, особо картина не изменилась. Сейчас по многим инструментам мы видим настоящие переломные моменты, которые являются последней возможностью трейдерам, которые еще не обратили внимание на них, переосмыслить трейдинг, обратить внимание и понять, что сейчас разворачивается самый настоящий такой старт, серьезный, еще более ощутимых и выраженных трендов, которые лучше, конечно же, наловить. Каждый брифинг мы возвращаемся к фундаментальному фону, освещаем все фундаментальные события. Я очень надеюсь, что вы не пропускаете наши брифинги, потому что мы через них стараемся, скажем, обратить внимание на буквально весь фундаментальный фонд, который сейчас характерен не только для рынка форекс, но и вообще для самой категории такого понятия, как финансовые рынки. Поэтому на брифингах, конечно же, статистика более актуальна. И опять же, чтобы быть в курсе всего происходящего в моменте, я буду, собственно, рад, если вы пополните число тех, кто нас смотрит и посещает наши ежедневные выпуски. Вернемся, собственно, к рынку форекс и тем трендам, легким, локальным, динамичным движениям, которые показывали валюты в начале прошлой недели. Пара доллар-японская иена во вторник смогла добраться до уровня 123.55. И если бы не слабые данные по иноксу доверия потребителей, которые оказались на уровне 99 против прогноза 100, рост американца мог оказаться более существенным. Но, в принципе, и того роста нам было достаточно, потому что не хотелось бы сразу увидеть уровень 125, потому что если мы увидим сразу прирост нескольких фигур, то, разумеется, потребует консервидации. А вот она для тех, кто не дружит с риск-менеджментом, может оказаться губитель. Поэтому мы все-таки, точнее я, предпочитаю видеть последовательное, фундаментально оправданное и подтвержденное фундаментальное движение. И очень хочу, чтобы вы также последовательно присоединялись к этим идеям. Поскольку мы уже сделали ставку на рост американской валюты, разумеется, риск у инструмента евро, прежде всего, попало под давление укрепляющегося доллара. Уверен, что снижение цен на нефть также отразилось на динамике главного валютного риска, который закрыл день на уровне 1.10.59. Во вторник вышли данные по запасам нефти США. Сначала мы обычно анализируем данные по АПИ, потом переключаемся уже на официальные данные от Минэнерго США. Так вот, статистика по АПИ показала, что запас отнизился на 1.9 миллиона против прогноза роста на 1 миллион. Brent отреагировал на отчет небольшим ростом, закрытый день на уровне выше 53 доллара за баррель. Но, опять же, учитывая, где торгуется Brent сейчас, мы прекрасно понимаем, что тогда в плане коррекции все только начиналось. Мы делали такую же железобетонную ставку на то, что, к сожалению, либо к счастью, будет, соответственно, корректироваться дальше. Это было подтверждено. И сейчас, опять же, когда Brent теряет буквально пункт за пунктом, отдавая рынку свою некогда высокую стоимость, мы еще больше убеждаемся в том, что общий фундаментальный фонд серьезно располагает сейчас еще больше просадки. И единственное, что может сейчас, наверное, повлиять на позиции нефти в плане, соответственно, роста, это либо соответствующие комментарии со стороны ОПЕК, которых пока мы не видим, позитивные комментарии, либо очевидный, скажем, позитив по ключевым экономикам, поскольку они в целом напрямую влияют на спрос на этот энергоресурс. Поэтому, если избыточное предложение, значит, разумеется, единственное, что может позволить достигнуть этому избыточному предложению, соответственно, баланса, это такой же серьезный спрос, но его пока что нет. Вижу комментарии по поводу звука. Интересует вопрос, это явление, которое характерно для всех, либо это просто разовый случай у кого-то отдельный. Как меня слышно в целом? Так, получше? Чуть прибавила громкости. Отлично. Тогда давайте продолжать. Замечательно. Если будут еще проблемы, сообщайте. Ну, вроде бы как, звук поставил на максимальную планку. Надеюсь, что теперь все хорошо у всех. Также не забывайте, что можете навести курсор на мое изображение. Там тоже есть параметр, который позволяет регулировать громкость. Поехали дальше. Разумеется, так мы плавно приблизились к торговой сессии среды, а в среду уже все внимание было сфокусировано на, разумеется, ФРС, ставки и той конференции, которая, разумеется, последовала после этого. Ну, точнее, не конференция, по крайней мере, нас интересовали больше высказывания представителей ФРС, потому что они в целом позволяют нам понять, каким же монетарным вектором сейчас руководствуются американские денежные власти. И этот самый вектор уже закладывается нами, через наше субъективное мнение, в основу тех решений, которые мы принимаем по трейдингу по американской валюте. И здесь уже также в двух словах резюмируем. Мы верим в то, что американская экономика восстанавливается в последней статистике, явно подтверждает то, что позитивных отчетов куда больше, чем негативных. Мы знаем позицию руководителя Федеральной озерной системы Джанет Ерин. Наверное, это позиция, которая прежде всего и должна интересовать трейдеров. А Джанет Ерин отметил, что в целом основание для роста процентной ставки и нормализации денежных политики имеется. Просто стоит немного подождать сейчас, обратить больше внимания на последующие макроэкономические отчеты. Но до конца этого года еще, по сути, пять полноценных месяцев. Статистики мы увидим очень много. И если макроэкономические отчеты важные в ходе следующих публикаций будут подтверждать очевидный факт восстановления американской экономики, значит, мы только больше будем нуждаться в том, что наша ставка на усиление позиций американской валюты, она была сделана правильно. И от этой идеи отворачиваться ни в коем случае не стоит. Вернемся, собственно, к ФРСу, к комитету по операциям на открытом рынке ФРС США, который дал позитивную оценку американскому рынку труда, отметив сильный рост числа рабочих мест, снижение безработицы и уменьшение свободных трудовых ресурсов. ФРС США, все единогласно проголосовали за сохранение ставки на уровне 0,25%. Вероятность того, что она была бы изменена, конечно же, если и присутствовала, то только незначительная. Мы сразу говорили о том, что если это решение и будет анонсировано на рынке, то скорее не раньше сентября. То есть у нас есть еще месяц, чтобы еще больше подготовиться к идее, связанной с возможным ростом американской валюты. Ну а те, кто еще не обратил внимания на бычьи перспективы USD-иены, это, скажем, возможность запрыгнуть в уходящий состав на железнодорожном перроне, пока он еще существенно не разогнался. Помните, есть возможности для того, чтобы присоединиться к этим идеям, и эти возможности, конечно же, лучше используют, потому что время, как таковое, уходит. Разумеется, если была сделана позитивная ставка на ту статистику, которую мы видели, если было высказано достаточно позитива по темпам экономического роста американской экономики, были обозначены факты снижения, скажем, опасений относительно низкой инфляции, то это в целом является серьезным фундаментальным подспорьем для того, чтобы снова оценить шансы федеральной зерной системы на повышение процентных ставок вот уже в самое ближайшее время. Нас интересует еще раз напомню о сентябре, и не забывайте то, что до него остается очень мало времени. Европейская валюта, как и подобает рисковым активам в подобных ситуациях, сразу же пополнила ряды рыночных ауссайлеров. Оно понятно, ведь растет американская валюта и растет еще больше расхождение между политикой Европейского Центрального банка и ФРС. И это является одной из определяющих долгосрочных идей, которые в целом объединяют в этом тандеме военных активов все большее количество покупателей и быков. Хотя, в принципе, говоря про рост американской валюты, здесь даже стоит касаться не только темы тех потерь, которые понесла европейская валюта. Это было характерно, вот эти потери для буквально всех рисковых инструментов. В частности, евро закроет торговую сессию на уровне 1.09.82. От локального ха, точнее даже, да, от локального ха, это минус примерно 70-80 пунктов. Фунт также потерял несколько десятков пунктов, закрывшиеся на уровне 1.56. К шестилетний минимум просел австралийц, хотя здесь, помимо роста американца, является еще одним из очевидных и ощутимых антикатализаторов движения, ну, в данном случае, триггеров коррекции для австралийца, это национальные макроэкономические фоны, все-таки объективное ожидание дополнительных экономических стимулов и мир в виде снижения процентной ставки. Но об этом мы поговорим, конечно же, чуть позже, уже в ходе брифингов, потому что на брифингах у нас есть возможность больше внимания уделять локальным отсчетам и анализировать их, скажем, по горячим слезам. И сейчас, в целом, мы только можем резюмируть, опять же, факт того, что риски существуют, и эти риски уже приводят к тому, что австралийца на текущий момент, наверное, даже на фоне многих рисковых инструментов является одним из самых распроданных активов, но, опять же, дно еще далеко не достигнуто. Что касается американской валюты, то здесь доллар продолжил расти и смог против японца уже вырваться выше уровня 124, но это только, опять же, забегая вперед и не боюсь этого делать в плане анонсов, это только начало, потому что дальше мы можем увидеть еще более ощутимое восходящее движение. И статистики среды можно начать, чтобы далеко не отходить от нет статистики, которая влияет непосредственно на поведение энергоисуса. В данном случае после АПИ у нас была возможность проанализировать данные от Минэмерка США. По факту мы увидели снижение запасов на 4,2 миллиона против прошлого роста на 2,4. Этот отчет поддержал позиции нефти и снова оказал такую поддержку, точнее, стал причиной легкого бычьего импульса, вследствие которого бренда смог добраться до уровня 53,5, но на этом восстановление энергоактива, главного для российской экономики сырья бренда, черного золота остановилась, потому что уже к концу торговой пяти нефти мы видели то, что, в принципе, по нефти уже начинает разворачиваться совершенно обратно тенденция, которая продолжается до сих пор, потому что уже практически бренд достиг очень мощной поддержки, которая сейчас обозначена в районе 50 долларов за баррель. И понятно, что на этом фоне под серьезным давлением находится и российская валюта, которая вот-вот уже готова будет тестировать уровень 63 за 1,6 рубля за 1 американский доллар. В четверг выделить можно было сразу три значимых макроэкономических отчета американского происхождения, это первичные советские пособия по безработице, по факту 267 тысяч против прогноза 270 тысяч. В принципе, статистика снова очень хорошая, не такая классная, как недели ранее, когда мы констатировали по факту 255 тысяч, это, соответственно, минимальный показатель за последние 30 лет, и это явный позитив, который дает очень много комплиментов, делать много комплиментов, в принципе, состоянию американского рынка труда. И на фоне таких показателей по заявкам на пособия по безработице, я уже думаю, что у нас есть хорошее основание, чтобы готовиться к очень крутым цифрам по EDP сначала, ну и если уже EDP не сможет нас удивить в том, что основания для роста американского рынка труда имеются тогда, сфокусируемся уже на non-parm payrolls, и я думаю, что они не разочаруют тех трейдеров, которые делают ставку на рост американцев. Я, собственно, отношусь к этим трейдерам. Далее из отчетов можно было выделить темпы экономического роста во втором квартале. Как мы и прогнозировали, ВВП был ускорен после слабого первого квартала, но, опять же, если вспомним комментарии представителей ФРС, они ясно давали понять, что слабость первого квартала, она связана исключительно с сезонными факторами, и поскольку они носят сезонный характер, значит, не продолжительный. Поэтому ВВП очень быстро оклемается и может выйти на те показатели, которые будут больше радовать тех, кто ставит активно на усиление позиций американцев. Во втором квартале 2,3% против прошлого 0,6%. И даже несмотря на то, что отчет чуть не дотянул до прогноза, прогноз был в районе 2,5-2,6%, я считаю то, что по сравнению с прошлым отчетом, это очевидный прогресс, и его не стоит нивелировать. Значит, американская экономика растет, и этому нужно отдавать долг. Что же стало причиной усиления темпов экономического роста? Я думаю то, что это как раз рост экспорта, более сильные потребительские расходы, замедление импорта, увеличение расходов местных правительств. И в целом этого уже в принципе достаточно, чтобы статистика как раз порадовала своих оптимистично настроенных инвесторов и трейдеров, которые, разумеется, несмотря ни на что, не отворачиваются от длинной идеи, касающейся покупки пары доллара японской и иены. И соответствующего давления на рисковый инструмент опять же через усиление позиций американца. Поскольку я сказал то, что было три важных макроэкономических отчета, здесь помимо ВВП и пособий стоит отметить еще индекс цен внутренних приобретений по факту 2% против прошлого 0,1%. И здесь, наверное, чтобы ощутить именно контраст улучшения этого показателя, стоит в целом проговорить то, что отчет в 20 раз лучше, чем в прошлый раз. Значит, еще одна фундаментальная победа, совершенно очевидная для доллара, и хорошая предпосылка для еще большего восходящего движения американцев. Поскольку было очень много хороших релизов, в стране не остался и долговой американский рынок, в частности доходность американских облигаций, мы всегда анализируем, десятилетки, выросло на 4,1 боесных пункта до 2,31. И это еще один позитивный фактор, для доллара, потому что, разумеется, растет привлекательность активов, которые номинированы в долларах, растут крепнут позиции американской валюты. И на фоне того, что сейчас усиливаются позиции именно американских трежерис, также параллельно теряют и немецкие бумаги. Если теряют немецкие бумаги, значит, для евро это такой среднесрочный фактор серьезного давления. Поэтому имейте в виду, что если не удается локально найти, скажем, макроэкономический отчет, релиз, либо событие, которое позволило бы оправдать ту или иную динамику на рынке Форекса, тогда смело открывайте графики доходности как раз долгового рынка, сравнивайте показатели по отставкам в Америке и США. Я думаю, что ответы, они будут на поверхности, и вы сразу сможете выстроить вот эту последовательность, эту логическую цепочку, так как ее нужно устраивать, ища объяснения для тех или иных инвестиционных идей. Поэтому, если была хорошая статистика, если эта статистика была подтверждена еще после соответствующего роста американских долговых бумаг, поэтому можно говорить то, что и усилились позиции американской валюты. Поэтому мы видели то, что пара USDN ближе к концу недели, точнее в четверг, если мы говорим про статистику четверга, продолжила торговаться выше уровня 124 евро, достигла недельного минимума на уровне 1,0892. Что касается заключительной торговой сессии, то она оказалась просто феноменальной по волатильности. Евро-доллар выстрелила буквально на европейской торговой сессии в пятницу на 200 пунктов вверх, достигнув уровня 1,11 с небольшим, 1,11, даже 13. После этого пошел такой же стремительный откат, когда евро-доллар потерял около 120 пунктов и бросил до уровня 1,0980, то есть вернулся в район 1,10. Откуда мы уже давно ищем уровни, точки, точнее даже правильнее сказать объяснений и фундаментальные сигналы для того или иного трейда. Но мы, разумеется, всегда, ну по крайней мере на протяжении последних 7-8 месяцев делаем активную ставку на коррекцию европейской валюты и очень много локальных движений нам уже удалось поймать, и мы в целом не отказываемся от коррекционной идеи по евро тоже. Напомню, что для долгосрочных инвесторов, чтобы освежить в целом инвестиционную идею, мы метим на снижение по евро-доллару ниже уровня 1,08 и, возможно, последующее движение в район 1,05. Если был пучий выпад в пятницу, то, разумеется, нужно искать объяснение этого выпада в национальном макроэкономическом фоне. И в качестве локальной поддержки здесь стоит отметить уже данные по индексу потребительских цен, потому что в годовом эквиваленте основной показатель вырос на 0,1% до 0,9% против прошлого на 0,8%. Сегодня на брифинге, кстати, мы много говорили про инфляцию. В целом, я лишь резюмирую то, что такой символичный прирост является отнюдь не предпосылкой того, что тенденция роста сохранится. Я думаю, что снижение цен на энергоресурсы в последующем еще больнее скажется на этом отчете, а значит, снижение последующего индекса потребительских цен снова откроет возможности для дополнительных мер экономического стимулирования, что будет уже негативным, медвежьим, серьезным сигналом для пары евро-доллар. И я продолжаю метить именно на снижение 1,08%, считая то, что, опять же, с фундаментальной точки зрения сейчас нет ни единого сигнала, ни единого основания, либо возможного подтверждения того, что по паре евро-доллар можно делать длинную ставку. Пока нет оснований. И если их нет, то предлагаю тогда даже не рассматривать возможности, либо вероятности подобного сценария. Также отметим данные по ВВП Канады. Минус 0,2% против прогноза 0%. Хотелось, конечно же, канадцам удержать экономику на положительной территории, потому что 0% это все-таки ближе к нулю, точнее, ближе к позитивному сигналу, нежели к негативу. Но, к сожалению, для канадского монетарного руководства показатели минус 0,2%, что указывает на лицессию экономики. Будем надеяться, что снижение процентной ставки сможет чуть хотя бы реанимировать ее. Но это только если мы увидим, произойдет через несколько месяцев. Если при этом цены на энергоисурсы будут корректироваться, я думаю, что Банк Канады не останется в стороне, а предпримет еще большую инициативу по стимулированию национальной экономики может быть даже еще раз 10% ставки. Поэтому, если статистика ПВП была плохая, разумеется, канадец оказался под давлением, и мы видели то, что пара USDCAD ушла выше уровня 1,3080. Это максимум примерно с третьего, а то и даже, точнее, даже четвертого года. Но все равно, то есть за 11 лет. Очень серьезный, по сути, уже исторический прецедент. Я думаю, что сейчас нужно продолжать искать возможности для покупки этого тандема валютных активов и, по крайней мере, метить на возвращение USDCAD выше уровня 1,32. Пока давление на Канаде сохраняется, я предлагаю вам двигаться, опять же, и по этой инвестиционной идее тоже. Ну и что касается, собственно, этой пятидневки, давайте посмотрим, что нас ждет завтра. Это решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Честно говоря, сюрпризы могут последовать уже и сейчас. Если Резервный банк Австралии, вопреки ожиданиям, которые сейчас фигурируют на рынке, все-таки проявит решительность и снизит процентную ставку, то это будет вполне объяснимо. Я не думаю, что это вызовет у кого-то вопросы, зачем они это сделали или нет. Совершенно очевидно то, что экономика нуждается в стимулах. Но вот пойдет ли Резервный банк Австралии на снижение сейчас, либо захочет подождать, скажем, дать экономике больше времени, чтобы адаптировать непосредственно в плане следствия прошлое понижение процентной ставки и посмотреть, как оно сказалось на экономике. Чтобы принимать, скажем, делать какие-то выводы после подобных мер экономического стимулирования, нужно, чтобы прошло не меньше квартала. Я думаю, что Резервный банк Австралии все-таки, скорее всего, повременит с снижением сейчас, но непременно обозначит рынку вероятность подобного сценария и от них только спекуляций на тему дополнительных экономических стимулов, пусть даже в будущем, будет достаточно, чтобы австралийц и дальше находился под давлением, продолжил, сохранил коррекционный тренд. Что касается целей, исключительным следом, я еще покажу, какого ценового ориентира мы придерживаемся по итогам этих 5 дней. В среду изменя числа занятых от EDP, это, пожалуй, самый важный отчет торговой сессии среды, потому что эта статистика будет, по сути, нас готовить к non-farm peril, и, разумеется, это один из вовсе самых важных махоэкономических отчетов, которые вообще когда-либо публиковались по американской экономике. И если мы уделяем много внимания локальным отчетам, то статистике подобного рода, разумеется, нужно уделить внимание втройне, потому что это как раз те самые отчеты, которые будут либо приближать решение Центрального банка, то есть ФРС, повышение процентной ставки и нормализация денежно-кредитной политики, либо оттягивать эти сроки, скажем, отодвигая их все ближе и ближе к концу 2015 года. Но мы в целом, даже несмотря на вот эти вероятные сценарии действия со стороны ФРС, руководствуемся одной идеей того, что ФРС непременно повысит процентную ставку и произойдет это до конца 2015 года. А когда это случится? В сентябре, либо в декабре, на самом деле неважно. К этому моменту мы уже, уверен, сможем реализовать приличную часть потенциала роста американца и, разумеется, проведем не один десяток прибыльных и интересных инвестиционных сделок. Еще раз напомню, что, наверное, я являюсь одним из самых рьяных быков по американской статистике, веря в макроэкономические релизы, поэтому, опять же, отмечая свою субъективную позицию, я считаю то, что и ADP, и и Non-Farm Perils на этой неделе окажутся неплохими, а значит, подогревает интерес к американцам. В четверг насыщенный день, прежде всего потому, что все серьезные макроэкономические данные, которые касаются английской экономики, будут опубликованы за один день. Это супер четверг. Промпроизводство, квартальный отчет по инфляции, планированный объем покупки активов, решение по процентной ставке и оценка темпов роста ВВП. Все эти отчеты будут опубликованы буквально в интервале несколько часов друг от друга, поэтому можно прямо с утра погружаться в те тренды, которые будут формироваться на фунту и вместе с ними буквально двигаться до закрытия торговой сети. Я считаю то, что волатильность будет беспрецедентной, собственно говоря, как и суть самого дня. Такого еще не было. Я думаю, что то, что мы увидим в плане волатильности по фунту, это тоже уже в пятницу мы будем констатировать как то, что еще никогда не видели. Но в целом нужно готовиться, нужно готовиться особо к квартальному отчету по инфляции, потому что именно инфляция, опять же, определяет решение Банка Канады по процентным ставкам. Поскольку сейчас, опять же, на фоне снижения цен на энергоносители мы обрисовываем предпосылки для снижения инфляции, значит, в принципе, повышение процентной ставки в рамках Банка Англии может быть также отложено на неопределенный срок, и если это произойдет, на фунт будет оказано еще больше давление. Наша цель – это возвращение ниже уровня 1,55. И забегая вперед, хочу сказать то, что, скорее всего, четверг обернется с большей вероятностью потерями для британца, нежели рост. Я делаю ставку на коррекцию пары фунтолог, то есть британца против американской валюты. Ну и что касается пятницы, здесь самый важный релиз этой недели, а может быть даже не только недели, но и последних нескольких недель, Non-Farm Perils, потому что в этот раз мы, ну, собственно, как и всегда по случаю публикации Non-Farm Perils, мы анализируем даже не только состояние рынка труда, сколько динамику роста заработной платы, потому что нас сейчас больше интересуют показатели по инфляции. Состояние рынка труда мы в улучшении, очевидно, практически не сомневаемся, точнее вообще не сомневаемся. А вот что касается инфляции, ну да, есть еще некоторые трудности, и хотелось бы увидеть статистическое подтверждение того, что инфляция постепенно увеличивается. Чтобы прийти к этому выводу, можно увидеть достаточно получить соответствующие позитивные сигналы по средне-почасовой заработной плате. Я думаю то, что этот отчет также не разочарует. Если это будет, статистика окажется лучше прогноза, значит у нас появится еще один серьезный фактор для фундаментального роста. И этот рост сразу же найдет свое отражение в динамике пары доллар-японская иена. Собственно, на этом все. Что касается целей евро-доллара 1.09, а вот USD 0.72, USD иена 124.70, фунт-доллар 1.55. В целом по риску опять же коррекция. Что касается американской валюты, то опять же на фоне того, что я сказал, делаем ставку на рост. Теперь, что касается вопросов. Честно говоря, что касается лично моего трейдинга, то это исключительно, скажем, долгосрочные фундаментальные идеи. Но те идеи, которые я закладываю в свои прогнозы, они носят краткосрочную природу. И такие сделки я, как правило, открываю гораздо меньшим объемом для того, чтобы просто продублировать локальный краткосрочный тренд. И еще до фактических решений, которые приведут собственно к достижению наших целевых показателей, можно было еще получить профиты на краткосрочных идеях. Но, как правило, точнее, не как правило, а всегда, даже все мои краткосрочные идеи, они направлены в абсолютно ту же самую сторону, что и долгосрочные идеи. То есть по евро-доллару это исключительно коррекция. И даже не припомню, когда я последний раз сделал ставку на краткосрочный рост европейца. Это было, пожалуй, в самом начале этого года, когда для этого существовали все предпосылки, исходя из динамики немецких бумаг и облигаций, когда они активно росли и по этой доходности опережали американские трежерис. Ну, как только ситуация снова вернулась к, наверное, тем, к тому сценарию, который должен был быть актуальным, то есть когда американские трежерис опережают по доходности немецкие, я, собственно, отказался от идеи покупки евро и сделал ставку на коррекцию. Поэтому, в целом, если вы знаете мои долгосрочные идеи, вы также можете быть на 99,9% в курсе того, какую же ставку я делаю даже на краткосроке. Нет, что касается фунта, здесь, к сожалению, насколько бы крутой фунт не был валютой, все-таки это не главный валютный риск. Поэтому лучше уж прогнозировать поведение фунта по динамике пары евро-доллар. Хороший вопрос касательно заложенности вероятности ужесточения монетарной политики ФРС. Я думаю, что если мы увидим повышение процента ставки на 25 байсных пунктов, а именно с этого шага мы и начнем, то, скорее всего, в целом, наверное, даже больше 50% рынок уже учел в этих ценах. Но нас будет больше интересовать дальнейший сценарий того, как поведет себя именно ФРС после этого решения, потому что мы знаем, что вслед за повышением ставки сейчас последует потом еще цикл из нескольких ужесточений вплоть до, скажем, конца 2016 года. Кто-то говорит, что мы увидим пятикратное повышение процентной ставки. Это уже явно сейчас не закладывается в рынок, в цены, но у нас есть возможности самостоятельно сделать это, обозначив еще более интересные перспективы по паре доллар-японская иена, чем даже 127, который даже выше. Что касается новозеландца, здесь, так же, как и по австралийцу, я делаю ставку на, собственно, еще более глубокую коррекцию. Снижение процента ставки со стороны новозеландца, новозеландского банка, уже подтверждает тот факт того, что резервный банк Новой Зеландии действует, опять же, на опережение. Но я думаю, что одним снижением процент ставки еще им не отделаться. Поэтому в перспективе у нас более жесткие, агрессивные шаги и меры, а значит, и еще более серьезное давление на позиции новозеландского. По крайней мере, текущая динамика на сырьевых товарах, прежде всего для новозеландской экономики, это молочная продукция, оставляет желать лучшего, потому что цены серьезно падают. Собственно, вопросов больше нет. Я надеюсь, что ответил на все из них. Большое спасибо вам за внимание. Удачной торговой пятидневки, хороших сделок и не пропускайте, конечно же, мои ежедневные брифинги. Ну а уже таким составом и таким фундаментальным фоном, таким сценарием мы увидимся уже, получается, в следующий понедельник. Еще раз большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok